Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Не выходи из дома, не совершай ошибку. В Самаре на заседании специального штаба обсудили меры по противодействию распространения коронавируса. Противоэпидемические меры оплатят из резервного фонда. Решение приняли на заседании городской думы. Место, где соединяются две Америки – южная и северная. Эксклюзивные кадры приключения самарцев на карантине в Панаме, присланные специально для нашего телеканала. Россиян ждет неделя вынужденного отпуска. Такое решение принял президент Владимир Путин. В городской администрации обсудили эпидемическую ситуацию на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. По информации Роспотребнадзора, сегодня число заболевших коронавирусом выросло на два человека. Всего в регионе 12 заболевших. Несколько десятков человек находятся под наблюдением. Их анализы направлены в лаборатории. Предотвратить распространение заболевания можно. Для этого людям необходимо временно самоизолироваться. Поэтому выходные дни не повод пренебрегать рекомендациями метигов. Горожанам рекомендуют максимально ограничить контакты. Не стоит посещать торговые центры и места массового скопления людей. Выходить на улицу желательно только в случае крайней необходимости. При этом использовать защитную маску. Минимизировать и локализовать распространение инфекции мы можем только таким образом самоизоляция. И самоизоляция, она же сейчас предлагается не только градусам, которые прибыли из-за рубежа. Это рекомендация лицам группы риска, которые никуда не выезжали. Это мера, которая адресуется всем гражданам Российской Федерации. По словам Путина, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу. Что касается СМИ, то им рекомендовано сократить число сотрудников и, по возможности, часть коллектива отправить на карантин. На усиление противоэпидемических мер в Самаре добавят средств. Депутаты городской думы поддержали поправки в бюджет, предложенный главой города Еленой Лапушкиной. Насколько будет увеличен резервный фонд, расскажет Лариса Шлафаст. На повестке заседания городской думы поправки в главный финансовый документ Самары. В резервный фонд городской администрации из бюджета перераспределили 37 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на противоэпидемические меры. Поставлена задача для города организовать работу обсерватора. И мы ее делаем для того, чтобы он в ближайшее время начал функционировать, для приобретения первого и самого необходимого. Вот мы перевели деньги в резервный фонд администрации города. Все поручения, которые идут, конечно, от президента, от губернатора, и рекомендации, и протокольные поручения оперативных штабов, и области, и города исполняются неукоснительно. Мы работаем практически с коллегами в круглосуточном режиме, и главном внутригородских районах, районной администрации абсолютно все задействованы, чтобы максимально уменьшить последствия данной коронавирусной инфекции. Также на заседании Думы депутаты поддержали инициативу присвоить Самаре почетное звание «Город трудовой доблести». В годы войны именно Куйбышев стал запасной столицей страны. Сюда эвакуировали крупнейшие заводы. Для работы на предприятиях мобилизовали более 128 тысяч куйбышевцев. Ранее с предложением о присвоении Самаре звания вышли общественники. Городские власти идею поддержали. Что для города это даст, город доблести? В первую очередь это даст для людей, как исторической памяти. Для будущих поколений, чтобы сохранить лучшие традиции. Теперь Дума направит письма с ходатайством в адрес регионального правительства и губернской думы. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События. В Самарской области появятся три обсерватора. Губернатор Дмитрий Азаров подписал соответствующее постановление. В обсерваторах будут размещать людей, которые прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран. Об этом глава региона написал в своем инстаграм-аккаунте. Организации обсерваторов займутся главы городов. Два учреждения будут развернуты на базе санатория Можайский, Самара и базе отдыха Дубки. В Тольятти на базе пансионата Радуга. Помимо этого губернатор сообщил, что уйти на карантин настоятельно рекомендует всем гражданам в возрасте от 65 лет и старше. Заложниками карантина оказались люди по всему миру. Семья Чудаковых из Самары зиму провела в Панаме. Билеты домой были куплены на начало апреля, но вылеты отменили. Они рассказывают, что из дома разрешен выход только в аптеку и за продуктами. Входы на набережную и в парке заколочены досками. После похода за продуктами болят глаза. Помещение обрабатывают очень сильными средствами. И сегодня карантин ужесточили. Теперь из дома можно выйти только по паспорту, последние цифры которого с графиком вывесили в подъезде. К примеру, Екатерине теперь можно выходить из дома с 6.30 утра до 8.30. Вот что еще она рассказала нашему телеканалу. Я сейчас нахожусь в Панаме-Сити. Здесь карантин начался уже две недели назад, с 9 марта. Сказали, что введен карантин сразу на две недели. С 22 марта по 22 апреля закрыты все вылеты и прилеты. С 5 марта закрыты все школы, сады, университеты. Дети переведены на онлайн обучение или же даны задания на три недели вперед. Закрыты все бассейны, все пляжи, запрещено заниматься спортом на улице, закрыты все парки, нельзя гулять детям и выходить из дома. Все фиксируется в журналах на выходе из дома. Многие магазины уже заколотили стеклянные витрины фанерой, чтобы избежать мародерства. Но первый случай уже был вчера, когда просто люди зашли через вход и украли. В Панаме 200 человек, заболевших коронавирусом, и имеется один летальный исход. Это директор муниципальной школы. Вход в магазин осуществляется маленькими группами. В основном очередь стоит за пределами магазина. Они стоят с тележками, расстояние между покупателями не менее одного метра. Для того, чтобы выгулить собаку, нужны разрешения, оформленные официально. В аптеках введено ограничение на покупку жаропонижающих и антисептических средств, а также масок. Нельзя покупать одному человеку более трех штук. Также введен комендантский час с 9 вечера до 5 утра. За выход предусмотрен штраф. Магазины работают ограниченное количество времени с 7 утра до 7 вечера. Также закрыты все кинотеатры, все зоопарки и общественные места. Кафе и рестораны не работают. Можно только заказать на вынос или на доставку любую продукцию по телефону. Оплата наличными и безналичными, но в основном наличными. В Самаре в ближайшее время начнется производство антисептических гелий для рук и дезинфицирующих средств для обработки различных поверхностей. В месяц будут выпускать 900 тонн средств. Из них 200 – лосьоны для рук. Подробнее Елена Малютина. Обычно на запуск новой продукции на этом предприятии уходит от полугода до полутора лет. Сейчас же счет идет на неделе. Уже разработана рецептура, упаковка и даже есть название – «Гизостин». Самарская парфюмерно-косметическая компания планирует начать запуск антибактериальных лосьонов для рук, дезинфицирующие средства для обработки. Его можно будет применять в офисах, кабинетах, а более пенное по консистенции – для мытья полов. Сотрудники предприятия говорят, мощности хватит для того, чтобы обеспечить предприятия и магазины Самарской области в полном объеме. В месяц планируют производить 900 тонн дезинфицирующих средств. Четверть – это антисептики для рук. В экстренном режиме разработали четыре вида продуктов с дезинфицирующим эффектом. Сейчас продукты находятся в проработке, на стадии оформления документов. Руководство компании встречалось и с Минпромом, и с губернатором лично. Соответственно, нам оказывают поддержку и по ускорению оформления документов, и по поставкам сырья. Сначала производить антисептики будут в большом объеме – 800-850 мл, а также в 2,5-литровой таре. В первую очередь их будут поставлять на крупные предприятия и уже потом в розничные магазины. Флаконы для антисептиков будут производиться там же. Крупные самарские предприятия уже проявляют интерес к продукции. Однозначно в составе этого средства будет 70-75% спирта. Так что туда будут добавлены какие-то специальные химические ингредиенты, которые тоже способствуют уничтожению микроорганизмов, но и в обязательном порядке смягчающие добавки для того, чтобы люди не испортили кожу рук во время применения этих средств. Тем более, что нам приходится их сейчас применять часто и, возможно, придется их применять длительно. Сотрудники предприятия отмечают и повышенный спрос на антибактериальное мыло. Продажи увеличились в десятки раз. На парфюмерно-косметическом производстве планируют запустить все мощности, чтобы максимально обеспечить потребность горожан. Елена Малютина, Николай Епифанов, События. В интернете появляется много недостоверной информации, так или иначе, связанной с коронавирусом. Кроме того, много фейков рассылают в родительских чатах. К примеру, там появилась информация якобы в торговых центрах Самары и на улицах дежурят патрули, которые задерживают детей, разгуливающих по магазинам во время карантина. Также сообщается, что родителям задержанных грозит штраф. В областном МВД заявляют, что это ложная информация и доверять подобным рассылкам не стоит. С юридической точки зрения подобные фейки представляют собой заведомо ложную информацию. А значит, те, кто запускает их в сеть и даже те, кто их распространяет дальше, репостят, вполне могут понести ответственность. Репост является с точки зрения действующего законодательства распространением этой информации. И тот, кто репостит, он тоже должен нести определенную ответственность. И поэтому должен понимать, что он участвует в распространении недостоверной общественно значимой информации как достоверной. Не успевали взять интересующую вас книгу в библиотеке? Или, может, давно хотели изучить, что писали самарские газеты в советское время? Все это можно сделать благодаря бесплатному онлайн-доступу к архивам Самарской областной универсальной научной библиотеки. Оцифровывали документы уже давно. Но сейчас, во время карантина, такие возможности особенно востребованы. Подробности в следующем сюжете. Начал он свою историю с названия «Историк-марксист». То есть в 1926 году был основан этот журнал, и он издавался по конец 30-х годов. Соответственно, в 1931 году стал выходить журнал «Борьба классов». Соответственно, тоже исторической тематики, но он больше такого научно-популярного жанра. Если это все-таки больше именно исторически, с чисто научной точки зрения, это научно-популярный. В 1937 году «Борьба классов» переименовалась в исторический журнал. И, соответственно, исторический журнал выходил вместе с историком-марксистом до 40-х годов. Затем, соответственно, произошло их объединение, и с 1945 года они выходят под названием журнал «Вопросы истории». Более 1100 выпусков журнала «Вопросы истории» хранятся в Самарской областной библиотеке. В хранилище поддерживаются определенные условия – температура, влажность, уровень света. Все выпуски за 94 года занимают около 10 стеллажей, но теперь они все помещаются в один компьютер, ноутбук или даже мобильный телефон. Самарская областная библиотека предоставляет бесплатный доступ к полнотекстовым базам данных разных источников. Чтобы воспользоваться им, нужно зарегистрироваться на сайте учреждения. Личный аккаунт сохранится и после окончания карантина. В базах данных есть и современная, и научно-учебная литература, и периодические издания разных государств. Чтобы не потеряться в этом изобилии, помощь готова предложить консультанты, которые доступны онлайн в часы работы библиотеки. Если вам нужно будет подобрать список литературы необходимых или подобрать полнотекстовые документы по вашему запросу, библиотека начинает сейчас в этой ситуации реализовывать сервисы предоставления удаленной отправки по электронной почте необходимых вам материалов. Оцифрованные материалы фонда в библиотеке доступны даже без предварительной регистрации. Среди них краеведческие документы, особо ценные и редкие издания, а также коллекции периодики, выходившие в регионе в разные годы и даже столетия. То, что занимает целые залы в хранилище, оцифровать помогает специальная машина, которая бережно и качественно сканирует страницы. Но все равно оцифровка фонда – очень сложная работа. Это очень кропотливый и трудоемкий процесс. Мы в месяц оцифровываем, ну, я не буду говорить в книгах, потому что книги бывают 10 страниц, бывают и тысячи страниц, а в месяц у нас порядка 2000 страниц. То есть мы в год оцифровываем, размещаем максимум 400 книг. Это кропотливый и трудоемкий процесс, который задействованы многие отделы. И хотя для гостей библиотека с 18 марта закрыта, во время карантина учреждение продолжает свою работу. Сотрудники готовы обслуживать посетителей по телефону, выдавать по запросам справки и консультировать. Налажена и работа на сайте и в социальных сетях. Кроме того, библиотека будет проводить онлайн-трансляции, лекции и творческих встреч. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Не подъехать к контейнерам, как ни крутись. Самарским водителям мусоровозов порой приходится демонстрировать все свое мастерство, чтобы не задеть машины, припаркованные у контейнерных площадок. А иногда автомобили и вовсе мешают подъехать к цели. Какие еще преграды есть на пути спецмашин в репортаже нашей съемочной группы. Вот так. Довольство 80 из них есть. Вот так вот. Все бордюры собираем. Бывает вот такое. Ловко маневрировать на большом грузовике в узких самарских дворах, заставленных машинами, не проблема для Владимира Федорова, водителя мусоровоза с 26-летним стажем. Он еще помнит времена, когда дворы были свободными, но теперь реальность другая. Работу усложняют плотно припаркованные автомобили, которые иногда перекрывают подъезд к контейнерным площадкам. Даже некоторые, касаясь жильцы, говорят, как вы, говорят, ездите здесь, маневр совершаете. Это ладно еще, некоторые водители с пониманием относятся к нам, а некоторые так похабно себя ведут, могут и оскорбить. Порой к контейнерным площадкам подъехать мешают и шлагбаумы. Но чтобы решить этот вопрос, водителям раздают или ключи, или номер телефона ответственных лиц. Однако это проблема городов. В селах весной появляется другая сложность – размытые дороги. Иногда приходится вызывать помощь, чтобы достать мусоровозы из грязи. Мусоровозы, несмотря на то, что кажется, что это большая такая проходимая машина, на самом деле очень часто машины вязнут в грязи. Приходится прибегать к помощи местной администрации, связываемся с ними, с главами поселений, с главами районов. Просим, чтобы нам предоставили какую-то технику, трактора, другие какие-то грузовики, которые, бывает, что берут просто на буксиры и вытаскивают из грязи наши мусоровозы. Такие проволочки сказываются на и без того плотном графике водителей. За один день городские мусоровозы должны очистить около 150 контейнеров за один рейс. Это около 30 адресов. Причем среди задач водителя и рабочего не только погрузка ТКО, но и уборка рассыпавшегося мусора. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Далее коротко о других событиях дня. Самарский директор кафе выплатил два штрафа по одному миллиону рублей. При этом предприниматель пытался судиться, но проиграл два суда. В прошлом году он дал взятку в 200 тысяч рублей сотруднику полиции, чтобы к нему не приходили с проверками. Ему назначили штраф в размере одного миллиона рублей. Кроме того, было возбуждено дело об административном правонарушении. Второе дело рассматривал уже мировой суд. Кафе признали виновным и в этом нарушении и приговорили к штрафу в размере еще одного миллиона. Решение устояло в апелляционной инстанции и фирма выплатила деньги. Самарский театр оперы и балета 28 марта примет участие в акции «Час земли». На 1 час с 20.30 до 21.30 отключат подсветку здания театра. «Час земли» ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы. Она призывает всех выключить свет и другие электроприборы на час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата. Первая акция прошла в Австралии в 2007 году. Самарский театр оперы и балета участвует в ней уже пятый год. Сегодня в Самаре возобновил работу электробус. Он перевозит пассажиров по маршруту номер 108, губернский рынок, южный город. Об этом сообщает ТТУ Самары. Напомним, 24 марта из-за сильных снегопадов его работа была временно приостановлена. Теперь он вернулся на маршрут. Расписание движения не изменилось. Вдоль левого берега Волги, почти до самой красной глинки, выселись купеческие дачи. Одна, другой вычурнее. На одной из них возвигнуты два гигантских слона, которых хорошо видно с парохода. Так о знаменитой даче со слонами пишет в своей книге Сергей Голицын. Это один из самых загадочных домов Самары, полный легенд и мифов. Уже больше десяти лет он закрыт для посещения. Марии Левиной удалось попасть за закрытые двери и выяснить дальнейшую судьбу поместья. Знаменитый в Самаре художник, фотограф и краевед Константин Головкин в начале XIX века принялся осваивать новое для себя ремесло – архитектуру. Вместе с профессиональным зодчим Валентином Тепфером они спроектировали уникальное в своем роде здание. Дача купца Головкина первоначально построена в стиле австрийского модерна. Визитной карточкой дачи являются знаменитые слоны и бюст девушки. В народе ее назвали паночкой из-за несчастной судьбы. По одной из легенд – это любовница купца Головкина, которая покончила жизнь самоубийством. Но легенда заставляет себе усомниться. Ведь каждое лето здесь, на даче, купец проводил вместе со своей семьей. Есть легенды, касаемые этих самых знаменитых слонов. Якобы в одном из них хозяин дома замуровал семейные фото и план дачи, который до некоторых времен был недоступен. Вообще дом полон всяких разных легенд. И именитые архитекторы называли его «дом-миф». Фигуры слонов и паночки – дело рук самого Головкина. Судя по всему, купец был творческим человеком. На вершине башни, откуда открываются вдохновляющие волжские пейзажи, находилась его мастерская. Эти стены повидали многое. В годы гражданской войны здесь располагался госпиталь, позже – детский дом. В советский период сюда водили экскурсии, молодожены устраивали фотосессии. После многочисленных перепланировок здание сильно изменилось изнутри. После ряда преобразований уникальные интерьеры остались лишь воспоминанием. Сегодня остается только фантазировать, как здесь было раньше. Вот, например, стены были разных цветов. Их украшали женские изображения. А вместо сцены здесь была беседка. Что и обуславливает наличие наружных окон. Сегодня памятник федерального значения переживает не лучшие времена. Уже больше десяти лет дом пустует и, как следствие, приходит в негодность. Чтобы не допустить разрушения такого знакового особняка, решено создать здесь архитектурную школу Самарского политеха – школа шелкового пути. Я по опыту твердо знаю. Если ты не придумываешь, не находишь какую-то концепцию, как использовать объект культурного наследия, находящийся в бесхозном состоянии, то просто восстановить его для того, чтобы он дальше стоял и опять же без жизни начинал разрушаться – это бессмысленно. Не просто восстановить памятник объекта культурного наследия, а наполнить его новым смыслом, новой жизнью, так, чтобы он начинал работать на город, на регион, на страну. Часть средств, необходимых для реставрации, уже есть. Их выделит партийный проект «Историческая память», координатором которого является депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Оставшимися деньгами обеспечит федерация. Для этого дом передадут в собственность Министерства образования России. Уже в этом году объявят конкурс на поиск проектировщиков. Затягивать с реставрации не будут. Начнут сразу же после появления проекта. В реставрационных работах смогут принять участие самарские студенты-архитекторы. Мы здесь планируем сделать и музей Головкина. Небольшое пространство занять под музей. И сделать постоянно действующую высочную экспозицию работ, архитектуры, которые будут выполнены и на этих международных школах, и наших собственных работ и проектов, которые делают наши студенты. Доступная знаменитая дача со слонами будет не только для студентов, но и для всех самарцев. Мария Левина, Василий Колдашов. События. Авторские стихи и музыка, танцевальные номера и театральные постановки. В Самаре стартовала студвесна онлайн 2020. Участники будут выкладывать свои творческие работы в социальные сети под специальным хэштегом. В фестивале может принять участие любой студент до 30 лет. Подробнее в сюжете Елены Малютиной. Ты вместе с ним станешь морским. Я на ям на петель. Я бросаю челку-челку ей. Волосы, волосы, роман над невесомостью. Оживай, тут и волосю я теряю. Эту песню под названием «Бангкок» самарская студентка Алина Прокофьева написала за один вечер, но потом дорабатывала и пробовала различные аранжировки. На это ушло несколько месяцев. В конкурсе «Студенческая весна» участвует в четвертый раз. В прошлом году стала лауреатом. Говорит, сейчас находится на пике своего творчества и рассчитывает на победу, несмотря на то, что в этом году фестиваль пройдет в необычном онлайн формате. Я думаю, этот порыв произошел где-то из глубин души, поскольку в сложившихся обстоятельствах мы все страдаем от нехватки открытого творчества. И на эту идею меня натолкнули мои друзья, в частности люди, которые всегда занимались «Студвесной» в нашем университете. У нас идет лестница преемственности. Наше поколение – все поклонники «Студвесины» и активные участники. Авторские стихи, музыкальные композиции, танцы, театральные постановки и новое направление – журналистика и СММ. Оценивать работы студентов будут эксперты – музыканты, актеры, танцоры, режиссеры, журналисты. Принять участие в «Студвесне» может любой студент. Для этого нужно подать заявку на сайте, а затем выложить видео в любой соцсети, указав хэштег «Студвесна онлайн». Мы надеемся, что в ЦМ области будет много участников. В целом по России проект пользуется большой популярностью, потому что это возможность показать свое творчество и экспертам, и зрителям, при этом не снимая, не арендовывая большие залы, не выступая на сцене. Фестиваль с каждым годом набирает обороты. В прошлом году в нем приняло участие около 12 тысяч студентов самарских вузов. На гала-концерте свои номера представили несколько сотен участников. Елена Малюцина, Сергей Баскин. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Удачи вам. Не болейте. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!